ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфир ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Государственную Думу внесён законопроект, предусматривающий новый вид наказания для водителей, которые не пристёгивают ремнём безопасности детей. Речь идёт об эвакуации автомобиля на штрафстоянку или установке блокираторов колёс. Автор инициативы депутат Юрий Григорьев. Парламентарий высказал недоумение по поводу того, как сейчас инспекторы наказывают за такой проступок. Оформляется постановление и всё, можно двигаться дальше. Получается, что нарушение не устранено. Вернут авто гражданину, когда это произойдёт. ТРАССА СТО ОДИН Красивые регистрационные знаки, тонировка, резкие манёвры, явные признаки неисправности. Это, по словам юристов, факторы, которые в первую очередь привлекаются в внимание инспекторов ДПС. Если гражданин передвигается на старом, неухоженном, ржавом автомобиле, то тут тоже велика вероятность остановки. У таких водителей зачастую не бывает ОСАГО, не работают внешние световые приборы или имеются другие технические проблемы. А вот транспортные средства с тюнингом, наоборот, всё меньше попадают в поле зрения полицейских. Владельцы таких авто в основной их массе предпочитают регистрировать внесённые в конструкцию изменения. ТРАССА СТО ОДИН Список наиболее востребованных на вторичном рынке полноприводных легковых автомобилей по итогам 2023 года возглавила «Лада Нива». Её средняя стоимость, по данным «Авито», зафиксировалась на отметке 400 тысяч рублей. На втором месте расположилась «Шевроле Нива» со средним ценником полмиллиона. Следующие строчки в ТОП-5 достались иномаркам. BMW X5 – 3 миллиона 100 тысяч рублей, Toyota RAV4 – 2 миллиона 200 тысяч, Toyota Land Cruiser – 3 миллиона 750 тысяч и Kia Sportage – почти 2 миллиона рублей. ТРАССА СТО ОДИН В белорусском городе Борисов собаки стали инициаторами ДТП. Однако псы не выбежали внезапно на дорогу, как это бывает, а погрызли провода у одной из находившихся на стоянке машин, вследствие чего она завелась, тронулась и врезалась в другой автомобиле. Всё это запечатлела камера видеонаблюдения. К счастью, повреждения у легковушек оказались несущественными. Автовладельцы разошлись миром. На этом всё. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН